28 сентября это день рождения нового Counter-Strike CS 2 Сегодня мы попрещались с CS GO Вот прям по-настоящему игру удалили Сейчас невозможно поиграть на Сабишоке Ни на фесте, ни в матчмекинге, всё Вы эту игру не запустите Не, ну конечно вы можете запуститься через бета, но так никто не будет делать Давайте пройдёмся по всем обновлениям, которые вышли сегодня Всё, что мы знаем на текущий момент Поэтому если ты чуть-чуть выпал И сейчас у тебя вопросы, что вообще произошло, пока я спал Я сейчас разжую всю эту информацию и расскажу тебе Поэтому приятного тебе просмотра И если тебе понравится такая подача, такая экспресс информация Пожалуйста, не забудь поставить лайк Давай приступать Кстати, все эти новости я зачитывал из телеграм-канала Retake Это наша собственная СМИ от Сабишок Поэтому если хочешь всё это изучать, то подписывайся обязательно на этот канал Доступ к CS GO закрыт Да, всё, точно Теперь уже не даётся выбор запустить CS GO либо CS 2 Только CS 2 Counter-Strike Global Offensive полностью переименован Теперь везде вместо этого CS 2 Появилась возможность выбирать призыв после катки Там даётся выбор Кейс, граффити либо скин Понятное дело, 99% людей будут выбирать кейс, потому что он всегда дороже всего Ну а вторым делом какой-то скин А граффити никто не будет брать Это странное решение, но даёт какой-то выбор Иллюзию выбора Кстати, диваны аналитики считают, что после этого обновления Граффити будет расти в цене, потому что все будут пикать кейсы скин И граффити просто физически будет меньше Парижские стикеры всё ещё не убрали из игры Ладно А вот достижения из CS GO полностью обнулили Теперь у нас их просто ноль Вот так вот Все наши старания просто на сморку Всем игрокам, которые играли в CS GO Выдали памятную медаль Если что, я посчитал, какое количество людей получили эту медаль И, внимание 542 миллиона человек получили медаль Поменялся UI инвентаря UI это типа кнопочки, как это всё работает Вся менюшка, интерфейс и так далее Непонятно баг или нет, но теперь при выпадении ножа В прокрутке отмечается ячейка ножа не жёлтым цветом А фиолетовым, а иногда синим Скорее всего это баг, потому что выглядит странно Да и на самом деле не так эффектно Таблица лучших игроков полностью сброшена То есть те люди, которые пытались пробиться в бета сезоне Они все забыты, потому что они убрали полностью весь топ Даже ничего не оставили на память Я не знаю, они какие-то агрессивные эти разработчики вальф А я вам объясню, почему разработчики агрессивные через секунд 40 В соревновательном режиме у каждой карты появилось своё звание То есть ты на мереже будешь, к примеру, глобалом, а на нюке сильвером Не знаю, на самом деле вообще зачем существует соревновательный режим сейчас в кс Почему не играть просто премьер? Вот тут я не могу понять, что будет делать вальф Как они будут байтить людей играть соревновательные, да и зачем Помнишь, была статистика за 1 доллар? Видимо вальф наконец-то поняли, что эта статистика ничего не стоит И убрали её Теперь подписка 360, которая давала больше информации по твоей статистике Отсутствует Из важных новостей Курицы теперь прыгают с вертига То есть они могут упасть А ещё вторая важная новость Теперь если вы присмотритесь к модельке игроков То там дёргаются глаза Это одна из тех причин, почему у вас фпса будет меньше Поэтому ты теперь в курсе, почему в клатче у тебя залагала игра Есть такой стример Например, XQC Он выбил сразу 3 очень дорогих скина И вроде бы там везде было по 10% шанса История о драконе, гунгнир и стартрек Огненный змей Возможно вальф ошиблись и процент выпадения гораздо больше Но как и факт, он это всё выбил И вопрос как? Сайбершок полностью готов принимать игроков в CS 2 У нас уже готовы 7 режимов игры Миссии Скинченджер И лидерборд И вообще наша глобальная задача сейчас Это сделать наш десматч играбельным для всего мира Потому что это лучший шанс для этого Поэтому буду очень сильно признателен Если ты сможешь у какого-то стримера Сделать небольшую рекламу того Что у нас оказывается есть десматчи Которые, что очень важно Работают первые в мире На кастомных спавнах Мы отказались от решения вальф Я не просто так использую очень часто слова Первые в мире Потому что, блядь, ну мы реально первые в мире это всё делаем Но пока это актуально, я хочу это делать Камон Наши разработчики гении И я очень хочу это пиарить Я очень хочу об этом громко говорить В СНГ у меня получается говорить громко А вот в Европе ещё нет Нас до сих пор не знают в Европе И мы с этим пытаемся бороться А спонсор этого ролика Сайт ЖДРОП Это сайт по открытию кейсов КСГУ С очень большим количеством бонусных систем Но вообще на самом деле Сейчас лучшее время Чтобы заполучить скины в КСе Потому что рынок сейчас скакнет вверх И вы сможете сделать свой бустик Закинув условно 1000 рублей на сайт Вы можете получить плюс 11% Если будете использовать мой промокод при пополнении Дальше вы заходите во вкладку скинопад И можете сделать вывод любого скина Который вам выдаст сайт Это всё работает по системе кэшбэка На сайте активен барабан бонусов Который вы можете крутить 2 раза в день Один раз бесплатно А второй раз используя мой промокод Он тоже будет под этим роликом А ещё вы можете попробовать Новую коллекцию кейсов Они как и обычно Очень красивые Ссылочка есть в закреплённом календаре Этого ролика Ну а мы идём дальше FACE добавил московские сервера И это странно Потому что Возможно это баг Но они сделали очень правильный ход Сейчас у FACE так сложные времена Потому что Valve показывает Ребятам что Можете там отойти Немножечко в стороночку У нас всё то же самое Как у вас Только античита нет Вот поэтому FACE сейчас будет очень сложно И они решили Сделать ход конём И запустили московские сервера Которые очень долго просили Посмотрим что получится Интересно Как выживет И как себя будет вести FACE в конкуренции с Valve Разработчики показали Минимальное требование Counter-Strike 2 И это очень интересная история Напиши в комментариях Насколько сильно упал Твой FPS в CS 2 Кстати вот сейчас задумался Я же недавно вас байтил Что я расскажу Почему Valve агрессивные люди Давайте я расскажу Про это пока что В общем Вальмам абсолютно всё равно Что творится в киберспорте Они удалили CS GO Прямо во время Официальных игр в CS GO Да Они малцы И когда они это сделали Во всех матчах Просто сновилась игра И им всем придётся Переигрывать уже завтра Вот так вот ребята Решили забить болт На тех людей Которые играют В важнейшие Возможно катки В своей жизни А теперь очень странное И не похожее на Valve Поведение Если ты играешь в CS На русском языке То будешь постоянно Видеть надписи Условно Ищем непосредственно яму Заменяем окна Стираем граффити В команду переводчиков На русский язык Пришёл явно чел Который шарит за наши мемы И сделал что-то необычное Для этой игры Честно говоря Я ещё не проверял На английском языке Тоже есть какие-то Локальные смешные шутки Или нет Ну скорее всего да Но вот про непосредственную яму Это вот явно из СНГ Если кто не понимает Что это такое То вот посмотрите Сейчас непосредственно Будем с тобой говорить О Counter-Strike И всё что связано С этой игрой прекрасной Вот Вот это допустим Яма непосредственно И так далее Ну что основные мои моменты Ребят рассказал Надеюсь вам всё понравилось Если вам всё понравилось Ставим лайк Если что это Зевс Valve сделали свой список серверов сообщества И на самом деле Это просто Полнейший кринж Играть И нажимаю на глобус Посмотрите Нас просто кидает В какое-то дерьмо Что это такое Что это такое Ну Блин Это неадекватно Собиршок И просто ничего Прям Пользуется желание ноль Последний тир 1 турнир Будет EPL Как и все ожидали А всё что было ниже ESA Advanced Будет доигрываться в CS GO А сейчас нам нужно Открыть свой первый кейс Сделать первый контракт Name Tag И первый дроп Где я буду выбирать Ширп из ширпов Давайте делать О Блин на самом деле Выглядит очень некрасиво Дизайн какой-то Из PUBG Так Давайте Кейс И Я не знаю Давайте Пойдём против системы Граффити Получить награды И прямо сейчас Я открою этот кейс Погнали Открыть Кейс Пошло добро Так Красное в начале было Это уже хорошо Ладно Мой второй кейс В CS 2 И здесь нападает Тоже говно Так Мой первый контракт В CS 2 Аристократ Но Мне не нравится Как это всё выглядит Анимация Такая слабенькая Так Переименовать Cyber Show In EU Давайте Это цель Этого драголора Пусть это всегда Мне напоминает Эта цель Так Ну что ж Применить Вот так Вот красота Ну что ж Я думаю Вы посмотрели Полностью КС И сейчас Я могу Прощаться Скорее всего Следующий ролик На этом канале Выйдет про наши Киберклубы Я наконец-то записал Большой материал Про нашу стройку Поэтому не забудь Подписаться на этот канал Чтобы не пропустить Этот материал До следующего ролика Пока